здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит сегодня у нас очередной обзор танков наши любимые игры мир танков атлеста геймс и у нас на обзоре vk 7501 кей тяжелый немецкий прем танк 8 левела и сегодняшний обзор конечно же посвящен фарму серебра насколько эта машина подходит нам танкистам для того чтобы фармить серебро можно на нем играть без голды либо нет вот сегодня мы все в обзоре разберем конечно же прежде чем мы продолжим обзор прожми лайк под видео и подпишись на канал если ты до сих пор это не сделал ну а мы с вами данный обзор начнем конечно же с изучения бронирования данного агрегата погнали и так господа коллижен модель нашего танчика брони ну и давайте разбираться заднее расположение башни начнем с корпуса а нлд 194 нижняя часть 212 центральной часть переход между нлд влд 270 и это наверно самая крепкая деталь корпуса потому что честно говоря нлд слабовато даже если выезжать от переда приведенки достаточно мало и нас одноклассники большинство будут даже обычными снарядами сюда пробивать что касаемо влд влд 253 264 верху вот влд здесь крепко но нижняя лобовая деталь вы писать каких размеров кто вам сюда будет стрелять да если вы спрячете нлд то влд еще что-то сможет сдерживать обычные снаряды но какая-то голда вас конечно же проникать будет теперь касаемо башни башни имеет вот такие закругленные щеки у нас ну и давайте смотреть кругляк вокруг ствола в маске орудия 250 слабенько 250 у здесь вот 500 тысяч а здесь там тоже дофига но рядом со стволом и справа и слева есть определенные проблемы теперь основные щеки 250 250 260 у здесь вот 240 даже есть 246 242 честно говоря суда будут нам пробивать и обычными снарядами кто-то понятно там всякие с и 5 6 крассер и естественно будут испытывать проблемы но много танков новость я про девятые десятые просто молчу теперь щеки щеки рикошетные там 400 с лишним приведенки есть вот такой замечательный люк 160 и он достаточно большой сюда вам будут периодически забрасывать верхняя планочка тоже 89 приведенки и здесь тоже могут забрасывать а боковое бронирование сотка 106 у нас за фальш бортом при танковании от борта конечно он хорошо танкует тут даже говорить нечего тут умалишенный только скажу что брони от борта нет есть то есть он реально создан играть от борта потому что от переда играть у него не позволит вот вот это нижняя лобовая деталь нлд так с броней разобрались давайте глядеть орудия пушечка у нас 9 левела на прем танчик все-таки 490 альфа с альфой все хорошо бронепробитие на основном 226 263 на голде пушка заряжается для такой альфы очень долго и это проблема почти 18 секунд на стоке точность более менее 039 а вот время сведения ближе к некомфортному 2,7 секунды и вот если мы говорим про фарм серебра то естественно мы играем на основном типе снаряда это на бэбэшки 226 такой огромный танк такая огромная пушка да прям ну все круто но извиняюсь 226 сделали бы хотя бы здесь в районе 240 было бы огонь но увы 226 и это сильно мешает фармить серебро на этой машине теперь касаемо теперь касаемо танк медленный поэтому во втором блоке полевой модернизации мы будем качать вездеходную ходовую а притирку шестерней будем качать потому что сводится он достаточно долго хотя можно и точность повысить 254 2 и 3 за то время сведения даже вот здесь не знаю что лучше наверно лучше все-таки точность немного повысить звукоизоляцию в пятом блоке все прокачались у нас все закончилось давайте все это мы еще и приобретем так 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 вот как то так вторым слотом вторым слотом что же брать можно взять огневую мощь можно взять мобильность я когда прокачаю возьму на мобильность тем более что на этом танке я играю с турбиной а у нас закалка обязательно оборудование досыл и я поставил турбач и ребята этому танку этому орудию в принципе то конечно нужен стаб поэтому кто без таба не хочет играть вместо турбины можете поставить стабилизатор в третий слот а вот во второй луч и досылатель если прокачаете второй слот на огневую мощь по снарядам бронемойный снаряд у нас основной летит 920 ну нормально подкалиберный снаряд голдовый летит 1150 отлично а по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель я пихнул доп паек чтобы немного раскачать еще посильнее эту машину вот опять членов экипажа перки наблюдайте перед собой в табличке теперь по плюсам минусам в целом этой машины да что касаемо огневой мощи у нас хорошая альфа почти 500 это круто но у нас нету увн и при этой альфе очень важный момент пушка ощутимо дольше заряжается чем на одноклассниках рядом с этой альфой но вот получается даже с таким экипажем с таким оборудованием у нас орудие заряжается ну практически 14 секунд и это проблема это реальная проблема в совокупности с низким пробитием на основном типе снаряда вот дпм жалкие 200 по хп все здесь более-менее нормально 1820 по мобильности с турбины 34 вперед 17 назад менее 13 лошадей на тонну дельную мощность и это нам четко намекает на то что свою вот эту даже нищую максималку 34 данный агрегат достаточно медленно будет набирать теперь касаемо обзора 416 метров и это чуть выше чуть чуть выше чем стандарт на восьмых уровнях тяжелых так предвижу проблемы по пробитию противников попадая в сетапы против девятых и десятых ловелов однозначно плюс вот это вот слабое бронирование башни вот это огромный колпак наверху даже играя так сказать от борта нам вот здесь справа и слева от ствола постоянно будут я уверен будут закидывать поэтому предлагаю же отправляться в бой играть будем на основном типе снаряды без голды посмотрим как эта машина фармит погнали попали мы против девяток обзор боем немецкий тяжелый танк заднем расположении башни прем-танк вк 75 01 кей играем без голды она у нас есть но будем на ббх их сейчас пакета фош сколько неприятных танков и две арты поехали ка мы с фазюлечкой если миссер 5 сколько у них в тоннеле арта само ликвидировал все правильно вот так должна арта играть вообще в принципе вот точность наша кривая в качестве улажает все вот так Это как ты пробил? А куда ты пробил? Перекрутил борта, значит. Вот тебе. Нефиг жопой своей маячить. Есть пробитие. Есть пробитие. Мне непонятно, у Кафош поехал? Может сейчас нам в борта зайти? Вот. Попали. Попали мы. Всё, убили. Так, 2 300 дали. Есть пробитие. На ББшках, ребят, потеет. О, нормалды. 3 300 дали. Живём пока. Всё, в ангар. 3 500 дали. Слушайте, ну пока всё хорошо. Вот где Фош у них спрятался? Вот в чём вопрос. Он так активно куда-то сдриснул. Ребят, ну в принципе план для этого танка мы сделали. О! Танканули. Всё, ясно, где Фош. Всё, он сейчас заряжается. Опа! Лорка. Ну ладно, это я погорячился один против Фоша поехать. Да. И нас просто сверху подзбрили. Я-то... Ну я отсюда в низину упал, чтобы Фош, когда заряется больше, меня не стукал больно. Ладно, давайте дождёмся. Ну, на самом деле, вот сколько уже играл на ВК-шке, на ней дать дофига дамага почему-то сложно. Не знаю. Но вот как-то мне она не сильно зашла. Нет у неё вот такой лютой какой-то брони, как у многих ВК. Это сейчас так ещё нормальный бой сложился. Заехали мы им в туза грамотно. Но хитрец на Фоша сразу всё понял, что город сейчас разнесут. И быстренько сдриснул в саевовую позицию. Всё, Фоша убили блайндами. Который меня так больно обижал. Не знаю. Советовать покупать ВК-75-01К я никому не буду. По своим собственным соображениям. Тачка играется тяжеловато, честно говоря. Пробивают её в башню. В щёки. Куча проблем у этой. О, мимо. Ты как же так-то, а? Так. Всё, затаранил. Молодец. Но для этого танка нормальный, адекватный урон в рендоме. На самом деле, на восьмом уровне. Он лежит в плоскости две с половиной, не больше. Вот сейчас там получился у меня рон 3-500, но это звёзды все сложились. А так на нём достаточно тяжело потеть. Не знаю. Я вот как-то на нём не могу. Вылавливают. Щёки у него. И НЛДшка у него слабая. От борта иногда даже заходит. Вот сейчас меня даже в борт пробили. Хотя я не сильно перекрутил. Первое место у нас по урону 3-500. Но всё равно это так. Не знаю. Не прям впечатлён я этой машиной, честно говоря. Спорная она для меня. По пятибалльной системе для фарма играем на одних ББшках. Ну и бронепробитие на основном снаряде такое, не назвать сказать, лютое. Вот внешне танк похож на монстра, на бафлю, не знаю там. Он должен иметь бронепробитие хотя бы на основном снаряде, да. Но явно не вот такое. Явно не 226. Судя по размерам, габаритам танка, как он выглядит, устрашающе. Не знаю, какая огромная пушка. У него хотя бы должно быть 246, ну под 250 хотя бы. Но, увы, этого нету. И именно это очень часто мешает играть в сетапах против девятых и десятых лвлов. Когда вы то попадаете, ваш грозный танк внешне, да, ведёт себя в бою, как маленький котёнок. Слабое пробитие на основном снаряде, если его рассматривать как для фарма, ну такое. Вот это моё мнение. Ребят, у кого есть ВК-7501К, пишите свои комментарии. Как вам этот агрегат? Как по мне, ну спорная тачка. Ставьте Лукаса, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok